ТВ-поэзия 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 меня. Между тем, я живу только нашими встречами, только ими, и больше ничем. Евгений Зудов, Евгений Зудов. Спасибо. Подожди, а что ты думаешь? Вот тебя поаплодировали, так и все, да, ты герой. Вот вопрос у меня. Скажи, пожалуйста, как ты, вот ты для чего вообще стихи пишешь там и так далее? Пишу, потому что мне это интересно, потому что я вижу массу. Хорошо, зачем тогда выступаешь с своими стихами? Потому что я уже говорю, что я пишу в классическом стиле, поскольку я вижу, что многие вещи в классическом языке еще можно разрабатывать и разрабатывать и разрабатывать, и мне хочется это донести. Кому Женя Зудов на ура поднимите руки? Не так и много. А кто считает, что такая лирика, такая экспрессивная? Ну, такая обычная лирика, поднимите руки. Есть такие? Нет, таких нет. Я считаю, что прогрессивный поэт. Он еще раз пишет заодно. Я специально провоцирую. Вот, Женя, видишь, ты сегодня победил опять. Да. Евгений Зудов. Спасибо. Это была провокация. Значит, хорошо. Ну, давайте дальше продолжаем. Сергей Дальцов, вы готовы? Да. Мы были. А? Нет? Хорошо. Ну, и не надо тогда, если. Давайте, вот, ребята тут хотели паровозиком бегать. Кто там? Вперед. Сейчас театр появится. Театр появится. А что, вы туда? Оттуда будете, да? Да, мы заходим, как партия. А может, вам музыку включить? Давайте. Ходите. Тогда сейчас уйдите, будете паровозом. Сережа, а можно включить музыку номер 4? Вот из тех, из той, что я дал. Сейчас. Поехали. Поехали. На улице был жаркий день. Я шел немножко покачиваясь. Может быть, мне показалось, но даже дети на меня обворачивались. Я слушал свой плеер, чтобы как-то снизить противность. Но в этих глазах не затихала агрессивная интенсивность. И я поймал маршрутку. Думаю посидеть в покое. Но и тут укоры у людей вызывало мое горе. Нет, горя, конечно, не было. Просто я себя чувствовал не очень. А эти взгляды, оценивающие, сверлили от мозга до почек. Я пытался не смотреть на них. Я смотрел в окно, на природу. Я ненавижу этих людей. Я ненавижу эту погоду. Вот я иду по городу. Ух ты, это же румянцевский сад. Как же мне тебя описать словами? Румянцевский сад. Скажу-ка я так. В румянцевском саду С водой играют. Журчит фонтан, Словно ручей. Ох, уже как прищурный взгляд, Обращенный в пол. Все тебе напомнится. Все тебе угнется. Помни, береги. Все тебе напомнится. Провода в твой нью. И слабеют ноги, Сводят рот. Улыбаться с тянет. Так же, как и лезь. Собирайся. Думай, что этот ток Лишь сигнал От этого электросети. Лишь случайный выфиг При взгляде на прикасании рук. Все равно, что тел Никаких иных не осилишь тем, Кроме той одной, Что жрет тебя из ноги. Посмотри, Я уже смогу раз наружу Хоть чертовски смогу. Гитара красное вино, Кореян из ласточек собачек, Валежно спит седой туман, Искусство ветра белых строчек. А чем вы не шагаете-то? В коридоскопе синих дней Секунды сыплются откудно Горячем выдохе морей Бурлюк восторженное судно Из фиолетовых теней Раисы поздние моргают В их комнатах давит, Зевают необоснованные сны. Везде колючие сорта Дремучих гоблинов, Дремучих гоблинов, Камины, И лишь гитара со спины Мне кажется кусочком торта Даешь. Спасибо, представляю. Дима Сергеев! Спасибо. Марш, ну да! И Наталья Андреева! Хорошо. Спасибо, ребята. Ну, мини-импровизация. Твой выход, значит, Марш Кулеев, как называется у нас? Великий русский поэт называется. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Это сейчас почитаю стихотворение. Называется «Гроза». Поднеси мне стихи, блядь. Затянуло обычное небо, Солнце и синий цвет. Эти люди такие злые. Иглы облегки конфет. Глядя в окно, Я увидел капли воды. Это были обычные волны, Такой же обычной невы. Вдалеке мигали зорницы, Началась гроза. Все разлетелись, Птицы, И исчезла луна. Все отбегалось так быстро, Что, возможно, Это было не так. Мимо прошел неподвижно Какой-то дурак. Ливни хлистали воду. Я видел настоящий бой. Визжащие яркие пули, И невы, Очень тихий вой. Этим каплям, Похожим на слезы, Нужно было умереть, Испариться, Слиться, Исчезнуть на них Нельзя долго смотреть. И правда, Так часто правда, Гроза подходила к концу. Я вышел на остановке, И луч залезал по лицу. Был очень свежий воздух, Солнце и синий цвет. Эти люди такие смешные. Гирлянды, Обернки, Конфеты. Леха не готова. Да, Леха хороший, Пальня, да. Но стихи-то другие. Может, стиль похож. Так, следующее стихотворение Из моего нового сборника. Называется «Я должен был умереть Еще пять лет назад». Пятое время года. Ножи разорвали воду, Разрезали тонкую нить. Всех людей за глупость простить Очень сложно и очень невнятно. И мне совсем непонятно, Во что верить, За кем идти. Я сомневаюсь, Прости, Делаю шаг вперед, На два отъезжаю назад. Жизнь — это черный лед, Скользкий гад. Я в детстве очень любил Скользить по такому льду. И я тогда и не знал, Что сюда попаду. Я оказался на дне. Каждый ведь знает про дно. Многие тут побывали И вынесли вывод одно. Это не описать. Мне не хватает слов. Себя надо спасать. Эти три слова из снов, Эти три слова из дня. И серебряться в ночи Себя надо спасать. Эта душа кричит. Я не ругать тебя, Прошел. Я, прежде всего, Где этот стиль? Вот то, Где то, Что ты сейчас читал? Вот, смотри. Пятое время года. Ножи разорвали в воду, Разрезать тонкую нить. Всех людей за глупость простить Очень сложно. И очень невнятно. И мне совсем непонятно, Во что верить, За кем идти. Я сомневаюсь. Прости. Делаю шаг вперед. На два отъезжаю назад. Жизнь — это черный лед, Скользкий гад. Дай дальше. Мне нравится читать по стихе. Я в детстве очень любил Скользить по такому любому. Я тогда и не знал, Что сюда попаду. Я оказался на дне. Каждый ведь знает про дно. Многие тут побывали И вынесли в вывод одно. Это не описать. Мне не хватает слов. Себя надо спасать. Эти три слова из снов. Эти три слова из дня. И серебрятся в ночи. Себя надо спасать. Эта душа кричит. А? 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 Стих великолепный. Надо себя спасать. Транганэ. Попробуй по-человечески прочитать. По-моему, по-человечески прочел. Что? По-моему, мальчик лучше прочел. Не. Поет он, чтобы не не жил. Но потом на видео решим. Пожалуйста. Ну, тут-то, да, исполнение. Ну, ладно. Просто свежее стихотворение. Такое вот. Ну, такое вообще без хореев, ямбов я не соблюдаю. Рваный стих. Ночью надо дорожить. Ее впитываю всю. В эпилдекса штуки три. Ты на небо посмотри. Я иду, и мне плевать, что придется повторить. Что придется отвечать. Я выбираю молчать. Быть немного признутым. Или попроще, юродивым. Не важно, что в моде сейчас. Уж точно не злость. Но почему-то везде. И мне в этой среде просто нечем дышать. Я продолжаю молчать. И смотреть. Может мне нужна рычага? Да нет. Вроде не так. Я не из тех, кто режет себя. Я не за алую кровь. Я не из тех, кто устраивает революции и любит запах пороха. Просто из этого города я не хочу уезжать. Я продолжаю молчать. И смотреть. Понимаете, это сложно все на свете успеть. Но есть же мечты. Есть же другие миры. Есть же блаженство и кайф. Значит, есть и Господь. Или его нет. И мне не нужен совет. Бывают такие минуты, что я понимаю все. Но просто все на свете. А иногда ничего. И это все чаще. 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 Вот. Уже более человеческие. Спасибо, друзья. Все, там. Ну, давайте еще завершу коротеньким. Давай, давай. Не бойся быть человеком. Я не боюсь. Я боюсь милиции. В Питере снова погасли огни. Пара и битые мотоциклеты. Острое дно. Помойки не вы. Кровь, люди и пистолеты. Кто-то шел с концерта домой. Кто-то живой. А кто-то в участке. Нам кидают хлеба и боль. У них новая форма и маски. Спасибо. Ну, там, Антон, потом посмотрим. Я сделал это для того, чтобы просто почувствовать разницу, что можно, вот, когда исполняет Макс, все время вот в одной манере. А можно в разной. Я не говорю, что я идеально прочитал его стих. Но манеру, я думаю, я передал другую совершенно абсолютно. Нет, хорошо, а сами передали. Душевно, да, я говорю. Нам же здесь только не было такое, чтобы вы сказали. Нет, ну, у Макса своя манера есть. Ему от нее избавляться не надо. Но вкраплять вот эти вот человеческие такие вот паузы и так далее. Лучше воспримется текст, а не сам Макс, как бы, кричащий. А кто-то запоминает стук, кричащий Макс. А хочется услышать те эмоции и чувства, которые заложены в тексте, как бы. Вот речь об этом. Я вам сравниваю с Лехой Никоном. Нет, ну, ты потом посмотришь, все выяснишь. Ладно, поехали дальше. Давайте Инна Мерещуевкова. Вы готовы? Давайте, Инна Мерещуевкова называется... Ну, вернее, у нее как бы... Мы скажем так, что Инна Мерещуевкова будет проходить сквозь ветер. Здравствуйте. Пройди сквозь ветер к несбывшейся мечте. Промокший свитер и стал при кралении. Пройди сквозь ветер на порезанных ногах. Горит, как спакел, как солнце на небесах. Пройди сквозь ветер смыть дождем свою печаль. Никому не ответить, о ком сейчас тебе жаль. Пройди сквозь ветер от самого начала к концу. Летит серый пепел, прикасаясь к лицу. Пройди сквозь ветер, никого никогда не боясь. Только от грустных песен осталась на сердце грязь. Остался ветер, который держит тебя. Просто ветер, а может быть, твоя беда. Следующий называется «Пропавший без вести». Можно вопрос? Да. Вот следующее стихотворение, которое вы сейчас будете исполнять. Оно с чем связано в вашей биографии? Есть какая-то история? Да, я увидела собаку бездомную. Уже интереснее слушать. Пропавший без вести, покинутый судьбой. Глубокая ненависть, мать без душой. Нуждающий в коридорах ветра, пугающий глупого человека. Разодран плащ, колени все в крови. Судьбы палащ, палащ своей любви. Холодный дождь бежит к твоим глазам. Безумный плащ, как каменелым чувствам. Скажи же мне, как можно жить мечтой? Признайся мне, как стать подругой с красотой? Как ты живешь, идя куда-то вдаль? Ты цель блюдешь и подбираешь в падаль? Куда твой путь, куда ведут мечты? Угрышенный друг, учитель красоты. Пропавший без вести, ушедший вслед за мной. Глубокой ненавистью, укутанной мольбой. А у меня вопрос, а чему вы хлопали сейчас? Вот чему? Есть ответ. Чему сейчас вы хлопали? Я могу сказать. Ну, давай, иди сюда. У девушки отличная ручка. У девушки отличное душевное настроение. И она, да, и она как-то вот пытается отдать энергию, может быть, не совсем получается. Ну, да, куда надо говорить? Ну, вот я вот туда вот и говорю. Ну, что не совсем получается? Отдать энергию в зал, ну, может быть, от волнения. Я про текст, кстати, исполнение более-менее нормальное. А я говорю про исполнение. Не понравилось? Нет, мне понравилось. У тебя еще много... Побольше экспрессий. Да. Ну, еще что-то прочтем. Нет, тем, что-то хорошее. Нет, давай еще один, еще один. Ключ болтается на нервах. Нервах жизни и любви. И душа вдруг онемела, если что вдруг позови. И источник из сустава мне устал друг оросил. В странной битве я бывала не за пропасть, а за им. Им впитал мою беспечность. Я упала, словно свет. Свет тот сломен, как конечность. Я скажу всем правдам. Нет. Нет. Брак осеннего дня отражается в лицах. Пожелтела листва в книжных страницах. Прожгло солнце жизнь, прошло сны. Ты в него вцепись и молчи. А не мел, чтобы от ветра успокоилось море. Сотни тысяч километров остались в покое. Все исчезло, как дым, улетевший в небо. Я твой сын, о прекрасная дева. О, ангелы, где вы? Я один на земле. Я мечтала о вечной жизни, но среди людей. Я бегу по террасе, сбиваю ноги в кровь. Фонари погаснут, на земле царит покой. На мокром асфальте мои следы, как штамп. Мы здесь были, но в последний март. Спасибо. Инна Беселькова. Инна, ну это провокация я просто делаю. Хотите, чтобы у вас Андрей Чиликов что-нибудь вам сказал? Андрей, скажешь, что это? На мой взгляд, много банальных словосочетаний. Они имел их чувств. Это я старое читала, мне просто хотелось... И душа вдруг они имела. Давай новое. Я могу. Давай новое. Добавля, подожди, ну здесь, прямо здесь. Новое. Это было старое. Давай новое. Мы поэты под микроскоп помещаем. Называется край света. Когда маленькая была мыслью, край света шла. Там звенящий водопад, нескончаемый закат. И там прямо за угом звезд, речайших водоем. Там где-то на краю земли твердыни нет, значит лети. Но край тот прямо пред тобой, где день закусывает тьмой. Друг друга съемлют по лесу, где ходит по морю коса. Где мы рождаемся на свет, где небе прорезь от комет. Он там, за черной полосой, между мною и тобой. Спасибо. Ирина Вещенникова. Ну, Андрей, есть разница? Где ходит по морю коса, не понятно? Приверните на него как-то. Я поворачиваю. Что говоришь? По-моему, где ходит по морю коса, не лепая стучка. Ну ты не копейте к фразам. А как же, как же, Володя? Ну вот в целом. Если есть стиль, значит все должно быть выдержано. Знаете, это полоска суши, полоска суши в море. Она называется косой. И чего же она ходит по морю? Мне что, ноги есть. Так мы живем. Проходим. Я согласен, если бы все... Это же на этап, допустим. А что, может что-то в воображении дом пойти. Какая разница? Хорошо, а у меня другой вопрос. Вот скажи, не, на него, на него. Вот ты бы именно пришел бы на нее авторский вечер сольный. Нет, не так вот. Почему? Ну я устал слушать двери четыре стиха. Хорошо. Хотелось бы, чтобы было не только бодрое исполнение, но и текст какой-то экстравагантный, выдающийся. Он может быть... Там могут быть все строчки, где коса по морю ходит, и череп свистит. Но тогда это все должно чем-то как бы обоснованно. Я как читатель и слушатель должен чувствовать, что это... Ну, Андрей, очень специфический зритель. Привет. Хорошо. Давайте поаплодируем те, кто придет на какой-нибудь авторский вечер Идине Мещеряковой. Аплодисменты. Вот, слышите? Такие люди в зале присутствуют, и похоже, что немало. Поэтому... Ну, у нас критики, они все такие. Хорошо. Давайте поехали дальше. Вот Аполлинария Батюшкина в зале. Ира Ульянова в зале. Евгений Петрушенко в зале. Да, здесь. Давай, Женя, выходи. Вот. Долго, да? Только пришел. Евгений Петрушенко, Женя приехал. Опять вернулся в Петербург. Из Омска. Да. Как там в Омске? Что там творится? Да, все отлично. Лесная, грязь, мусор. Так, добрый вечер. Я хочу начать свое выступление со следующего стихотворения. У него есть два эпиграфа. Один — это строчки из стихотворения Евгения Евтушенко. И звучат они так. Ты говорила шепотом, а что потом, а что потом? Постель была расстелена, и ты была расстелена. У этого стихотворения, точнее, у этих строчек, есть народная версия. Да, ее сочинил Вадим Дрогов из группы «Соединение трейлер Куда попало», и звучит она так. На постели расстелены, лежу я расстелены, а она шепотом, не туда, шепотом. Там есть видеодоказательство на Пушпинской 9, снятое... Хорошо, значит, не народная версия. Саша Бизганов? Нет? А, показалось. Вот он, Бизганов. Я знал... Дружище, вот. Я тебе уверен, что это именно оттуда пошло. Хорошо, исправлю эпиграф. Исправлю эпиграф. И, в общем, этому явлению, когда стихи великих переделываются, хотел сказать, народом, но уже, получается, не народная версия, но кем-то другим, Я написал следующий стих. А дождь размоет громкие слова, В пространстве отчеканив просто ругали, Свинцовых капель шустрая малова Сырую сплетню разнесет по кругу, Из лужи в лужу, из ручья в ручей, Попутно собирая нечистоты, Оставив от натруженных речей Лишь парочку удачных оборотов. Осталось лишь несколько дней, И я улетаю на родину, Там светятся звезды сочней, И жизнь по-северским народнее, А в Санкт-Петербурге дожди, И лето не выдалось бабьего, Какие уж тут пироги, Сплошные фастфуды, Макдакеон. Следующее стихотворение запойное, Но сразу говорю не про меня. Слава Богу. Плещется водка в граненом стакане, Комната сплошь заросла паутиной, Жизнь получилась паскудной и рваной, С приторным вкусом консервы сардина. Теми густо лицо, чернила щетиной, В голову лезут паршивые мысли, Треплется жизнь, словно моль в паутине. Плещется водка без дела и смысла, Теми дворов, нищета, проститутки, Мелочность слов приучила к обману. Тянется жизнь, и которые сутки Плещется водка в граненом стакане. Утопаю в сиреневых сумерках, Жизнь уходит из глупого тела, Мы морально вчера еще умерли, Разложиться пока не успели. Утопаю в глубинах сознания, Мир летит озорной кинолентой, Ни музейной, ни извоянием, Мы для мыслей своих постаменту. Из моих придуманных миров Я люблю дворы и подворотни, Где гребница сизых проводов Оплетает небо. И сегодня я мотаюсь трезвым дураком По фракталам пьяного сознания, И снежинки, словно молоко, Заливает горь. Только сами не жили Средь камерных домов, Где в лентарных окнах Скачут дети, И дрехлеют души мужиков, И толстеют жены на диете. Я люблю домашнее тепло, Хоть и сам не пожелал такого. Изо всех придуманных миров Этот самый глупый и знакомый. Серый облик хрущевских коробок, Постаревшие провинциалы, Не на паперте, а на вокзалы, Выползают больные уроды, У заезжего клянщик копейку. Знаешь, а рубль, тот же доллар, Только мягкий, хлипкий в коленках, Когда и доллар не вылечит голод Сголодавшихся интеллигентов. Серый дождик сочится из неба, Наполняя бездонные лужи, Ходят люди, как сонные клуши, Ходят люди по вымокшим зебрам, Затерявшиеся в дикой России. Знаешь, а здесь еще чуточку верят, То ли в миссию, то ли в мессию, То ли просто в счастливое время. И за все говорят спасибо. Митинги тоже были, На митингах я не участвовал, Я в декабрьских участвовал, Эти я вожжал, по же стороне. А эти это что? Сейчас президенты выбирали. За кого голосовал? Сейчас уже в секрете. Я не голосовал. Спасибо. Это был Евгений Ефтушенко. Мы договорились, Кому не нравится, Вот сюда выходит, Что-то тут... Знаете, Все-таки помидорами не надо кидаться, А бумажками можно, Если не нравится, разрешаю. Андрей, а ты что скажешь в прошлом? Я скажу, что похоже на Ефтушенко. Что? Похоже на Ефтушенко, Но на того Ефтушенко, Который как бы считает, Как бы находится в некой системе Боральных координат, Откуда он может весь оставшийся мир осуждать. Это, в общем-то, скучновато. И занудно. Стариковская поэзия. Это мне так кажется. Есть у кого-нибудь другое мнение? Зал, вы согласны с мнением Андрея Чилькова? Кто согласен, аплодируйте. А кто не согласен с мнением Андрея Чилькова? Аплодируйте. Ну, у нас такое народное голосование. Джей, ты все слышал? Я тоже за тебя. Но вот сама манера исполнения Могла бы как-то чуть-чуть... Ну, здесь, да, сейчас так. Сейчас так вот. Выходит, поэр, Чильда читает. А вот мы сейчас нарушим традицию, и Стефания Данилова приготовила что-то удивительное тут. Я надеюсь. Пожалуйста. Стефания Данилова! Аплодисменты. Стефания Данилова! А что, нет, подожди, пока не зааплодируют, мы не будем выступать. Аплодируйте. Аплодируйте. Ну что, включаете? Я буду немного скучать, как ты, мозгом, а не нутром. Когда на сердце скребут коты, буду идти к метро и с тылой воздух хватать в ладонь, словно ладонь твою. Нет, не читай меня от и до, лучше делись, боюй. Я буду считать корешки домов, которые ты прочел, как толпы, будто живых домов, украшенных кирпичом. К семи ветрам прилетать восьмой, проситься, просить, прощать. И письма, связанные тесьмой, станут мне, как проща. Я буду считаться с твоим окном, спящим до вечеров. Брать, отдавать ли, без всяких но, все или ничего, буду тебе амфибрахи, ям или шкаф плотяной. Может, проронишь, она моя шепотом за стеной. Да будет солнце тебе, маяк, и волнами за спиной. Теперь вставай меня на сонку, пожалуйста. Человек, который находится здесь. Сейчас. А стих называется «Письмо». Письмо. Куда? Отвечаю конверту. В Тибет? Такой-то затерянный город. Не ведаю, как обратиться к тебе, но строки щекочут мне горло. Стучись ко мне, Васькин, зеленый цветочек с несорванными лепестками. Нет, я не гадала, не ставила точек, не пятла взгляда от камеры. Пиши мне своей акварелью погоду, хотя бы синоптиком ради. У нас не меняется все год от года в сугробу при полном бараде. Пиши мне, как реки в озера линяют, хоронится цвет под ресницы, каких-то девчонок, что взглядом пленяют. Но кто из них мог бы присниться? А я тебе снилась? Не будем в этом. Я снов набрала на прокаты, в них все умирают. Кому диабет, а кому-то инфракт миокарда. И ты стал моей сновиденческой жертвой. Но я умолчу о причинах. Мне лучше даются простые сюжеты о женщинах и о мужчинах. Мне проще ответить, за что было распятым, Христос и зачем родились мы. Чем тратить листы, этот номером пятым, тебе отвечаю на письма. Скучаешь? Пробьешь по столешнице с керца, и этот вопрос ты пропустишь. А я не скучаю. Нет, просто на сердце огромная серая пустошь. При выходе в свет надо очень следить за лицом распростертым морозом. А надо улыбочку, чтобы светиться, и надо осваивать прозу. А надо готовить смешные спагетти, сначала хотя бы по-флотски. Согласно зиме одеваться, как йетти, забыть про чулочки в полоске и вспомнить, что сердце ничуть не важнее прокуренных иначе на легких. Решать методички своих упражнений, а восемь нос не судьбу далеких. Пиши мне, когда оторвешь свой отдел про суффикс, про аффикс, про инфикс. Надеюсь, ближайший почтовый отдел опять перепутает индекс. Стефания Данилова! Сейчас. Стефания Данилова. А, встаньте. Чего вырубили? Чего вырубили? Объясняю, Степ. Значит, здесь происходит видеосъемка моего проекта ТВ-поэзия 2012, а не съемка твоего клипа, который ты думаешь, что он идеально хорошо ложится на музыку. На мой взгляд, музыка уже шла отдельно, а ты читала отдельно. Поэтому для того, чтобы воспринять лучше твое стихотворение, попросил музыку убрать. Понятно? У нас такой проект. Мы тут и критикуем, и так далее. Кто-то не согласен со мной? Зря перебил, мне кажется. Все было идеально. Все было идеально. Ну, у каждого свое. Я считаю, что перебил зря, а вот по поводу мнения согласен. Чтобы было немножко затягиваться. Стревать не надо было, а музыку... Нет, ну, стревать — это концепция проекта. Мне кажется, что правильно, немножко такое масло-масляное превращение. Однообразие пошло. Музыка отдельно, а Стеф читал уже отдельно. А? Трагедия в стиле программы от самых музыкальных. Нет, первый стиль идеально вел на музыку, по-моему. А со вторым какие-то проблемы и некое однообразие возникло. Стефаня, у нас такой проект. Спасибо тебе огромное. Ну, можешь сказать. Я бы хотела пригласить народ, который здесь находится, на мой сольный концерт, который состоится 23 марта в пятницу в 8 часов вечера. Действие будет происходить в Никобаре. Это на Коломенской, 9, метро Владимирская. Повторяю, 23 марта в 8 часов Коломенская, 9. День, какой-нибудь день? Пятница. Ну вот, в пятницу Стефаню можем много смотреть. Спасибо, Стефаня, Данилова, аплодисменты. Браво, вы сюда включаете. Апшет, вы хотели что-то сказать? Да? Вы хотите? Да. Внезапно. Я что-то хотел сказать? Вы хотите, да. Я бы читать хотел. Ну, давай, давай. А у меня стихи там, а я тут. Ну, иди возьми стихи. Спасибо. Апшет берез стихи, мы спросим мнение Андрея Ячевикова. Андрей, что ты скажешь? Когда музыка перебилась, я заметил, что в этих стихах есть некая игривость, она без музыки, очевидно. Но в целом, очень мастеровитые тексты, мне даже удивительно, что такое поэзия тебе в театр. Это было потому, что меня перебили, а спилась абсолютно. Да, да, да. И они образные, и говорящие, по-моему, там и художественный мир, и художественная идея на лицо, и образы хорошие, и такая современная поэзия. Я буду тебе афибрахи, ямфы, или шкаф плотяной. Таких много у нее. Я раньше заметил. Текст больше стал ощущаться, да? Ну, он немножко хуже. Может быть, она действительно сбилась, ты ее перебил, какая-то пошла игривость, и даже кокетливость. Я не знаю, что будет, когда причтение глазами, ведь ты же знаешь, что не играет. Ну, я тоже не всегда бываю прав, но здесь пока я считаю, что я прав. Ну, вообще, очень. Хорошо, спасибо, Андрей. А я и китайский, что-то надо. Ну, ладно, ребята. Я не знаю. У каждого будет свое мнение, все нормально. Господа, переходим к следующему нашему гостю. А, еще, пожалуйста. Приветствую. Честно говоря, со следующим стихотворением мне страшновато читать, потому что, во-первых, оно длинное, во-вторых, немножко несовременное, хотя и не в классику, оно в Средневековье укаживает. Это рассказ. Рассказ называется «Подлец». Из засыпающихся бумаг, из древних волшебных книг выходят двое. Выходит маг и я, и его ученик. Мы долго шагали по икумине. Когда выводили крыс, когда истолковывали знамения за мясо и за кумыс, когда ловили тупую нежить, когда вызывали дождь, когда помогали ловить и вешать, когда исцеляли лошадь. Мой маг — скрывающийся шаман, ведун и колдун, ведьмак, а я такой же, факир, шептун, не мастер, а просто так. Ему, наверное, двадцать пять. По-нашему он старик, а мне пятнадцать, и я стрелять умею, но не привык. Однажды вышло, вошли в село, и пылью тюрех с лица учитель молнил, я чую зло, опасного подлеца. Я тоже принюхался, но не мог пока что учуять зла. Зато почувствовал дым и смог. Подъемка его несла тайком из города. Площадь, где собрался большой совет, толпа беснующихся людей, мелькание, крики, свет. Пойдем, послушаем, молвил он и сделал старинный знак. Знак называется Авалон. Никто никогда, никак теперь не мог обнаружить нас. Послушаем, подойдем. А там на площади кат как раз прочней прибивал гвоздем кого-то к вибрирующей стене судилища. Все кричат, и факел, и факел, и все в огне, стинания, крики, чат. Послушайте, пыжится голова, размахивая мечом. Ну да, промельчивые слова, но женщина ни при чем. Какая ведьма, о чем вы все? Не слушайте вы папа, ведь так же можно буквально всех. Ну, заячья губа, ну, это родинка на щеке, ну, глаз, непонятный глаз. Ну, о несчастном растущике мог ляпнуть любой из нас. Да чтоб ты сдох. Да, я знаю, да, о мертвых нехорошо, но и спустил он последний вздох зарезанный и ножом. Так что же ведьма? Ну, что она и где тут ее вина? Ведьму корчит, ее стена практически не видна отлюда. Мучается, кричит, распятая на доске, ногая будто вот-вот почит, всей жизни на волоске. И люди кричали, срывая в хрип крестьянские голоса, пока горбатый седой старик не вымолвил. А в леса изгоним ведьму и пусть она уходит за данцы кляй, туда, где истины не видна. И маг повелел, стреляй. Я снял с преча деревянный лук, стрела, тетива, рука, я сердцем чувствовал сердце стук, я целился в старика. Да нет, усмехнулся мой маг, и ты неправильно выбрал цель. Ты думаешь, правильно будет так? А ну-ка, еще на цель. Я взял другую свою стрелу, пристроил на тетиву, вслепую, словно в потеплу, прицелился в голову. И снова мимо поправил он по женщине у стены. Я выстрелил, тихий, последний стон. Убитая без вины? Спросил я мага, когда мы с ним уходили за Данци Клей. Да нет, ты что это, стал раним? Пожалуйста, объясняй. А ты подумай и все поймешь. О будущем мы о ней. Она же ведьма, а не умрешь, так станешь еще сильней. Ее прогнали на много лет за порчу и ведовство. Пойдет зима, и на их земле не станет ни одного живого целого, кто не бит, имеющего пятак. И даже если она простит, все будет примерно так. А тут и дети, и старики, и многие не со зла. Так пусть же магию по-людски он носит твоя стрела. Из засыпающихся бумаг, из древних волшебных книг уходят двое, уходят маг и я, его ученик. спасибо! Парчер! А как вам вопрос подлет? Парлет? Хорошо. Ну, если кто-то хочет что-то сказать, говорите. По-моему, арчер достаточно профессионально исполняет. Ирина, иди сюда, ты следующий будешь выступать сегодня. Елена Кочаровская, пожалуйста. И скажи пару слов. Андрей, если у тебя когда будет возникать что-то, да, Андрей, тогда ты говори, мы с тобой будем. А вот у меня всегда возникает. Ну-ка скажи, пусть он сначала скажет. Я показался интересной поэзией, но... Тихо! Да? Показался интересной поэзией это все. Правда, я в магах и ведьмах не очень. Мне кажется, что это все выдумки какие-то. Это проза была? А вроде бы лихого, да. Дело в том, что корпус ритма и ритма имеется, воздействует уже даже если смысла нет. Вот некоторые поэзеры забывают, почему-то расширяют определение поэзии до бесконечности, а ритмы и ритмы они воздействуют сами вписи. Тебе понравилось? Нет смысла. Симпатичная вещь, но, по-моему, весьма пространная. Ее надо, наверное, сократить чуть-чуть. Такое ощущение возникло. Ну, глаза, которые не нужно если не ничего. Ну, ладно, такие вот... Есть, хочешь что-то сказать, сейчас вот еще Лена Кочаровская скажет. Нет, я просто читала стихи Андрея, они достаточно, ну, интересные, хорошие, сильные поэты. Меня удивило здесь две вещи, когда идет симбиоз балладного варианта и Вия на Путере, да? То есть, вечера на Путере близки каньки, вот это ударение, когда идет голова, да? На самом деле, да, вы правильно поймали. Сразу, сразу возникает именно вот... Ну, это где-то Польша, Ленгрия. Ну, хочу просто заметить, что вот в этом проекте, даже если ты кого-то читал в интернете, и вот для тебя сильный поэт, вот то, что он здесь сделал, и не всякий сильный поэт, все, что он пишет, является абсолютно там априори гениальным и так далее. Ну, все. Елена Кочаровская, пожалуйста. Елена Кочаровская. Ветер, ливень, львы сопливы, рвутся шлее, лиры кривы, неуют и не приют. Расплескав по свету мошек, бьет скворечник дождь горошек, и скворцы его клюют в весь воды намокших кошек, намяуковших трубу, словно Армстронг выпил больше и играет. Бу-бу-бу на мостах гнездятся тучи, точно птицы, марабу. Все думают, вот хам, а вы нежнее море, пушистей бахромы, изящнее сверчка, я б вас могла ха-ха любить. Чего же более? И воспарили б мы два славных бодрячка и в прелиях страстей куда-то нас опачем от чмока до греха, а там, видишь, родня. Строгали бы детей, но вот ведь незадача подумалась, вот хам влюблен, но не меня я. У меня, правда, называлась «Женщина старалась», эта фраза у меня почему-то долго-долго крутилась в голове, я написала совсем сверху стихотворение, извините, я буду, наверное, подглядывать. Она такая, есть некоторых предложениях некая драматургия, например, там, мужчина-женщина молчал, есть у меня такое стихотворение, а тут женщина старалась, дошли до точки, время сжалось, зрачок в табачную пыльцу подумал, женщина старалась и хлопнул дверь пыльцу, на столе еще осталось, постыл ее ужин, кислый сок представил, женщина стиралась, и шаг прибавил, и глоток, ему неведомо и стыдно, его и манит, и знобит, кто встретит, кенгуру, ехидно, куда пикантнее, чем пыт, он шел насквозь и вскользь, не выбрит, плевать, на эту пельноту на кухне ангелы калибри глотали слезы на лету. Аплодисменты милый, липовый, нет, дубовый, не то словцо, рассмеешься, ругнешься, или вы отвернете свое лицо, неуверенный, бледно-розовый, мне ладонью в твою ладонь долго целится, мой березовый, до тебя бы дотронуться, до утонуло во враге озеро. Когда б любить не понарошку, когда б любить, 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 кормить любовь с руки морожкой и откормить, и прикормить, да важно, важно, почему-то в любой февраль или июль у сердца накопить валюту бесценную с названием любль, дарить ее светло и щедро бедняку и королю и раздавать от километра по всей вселенной полюблю. Ломался день надкусанный багет, не тороплюсь доесть, а на болоте стояла сапля на одной ноге брусничный клюв и жалкий белый хвостик, скучает жабы, решили за немок, в такой глуши нехорошо без стресса, лес прошит ромашками, принцесса придет по кучкам, знать бы вот куда, испытываться я переживаю, мне все казалось, простите, я переживаю, что в каждой строчке мертвая вода, а ей-то все мерещилась, живая. Ну и, наверное, последнее стихотворение. Когда мое сердце станет свободно, не зазвенит от тебя, ударяясь клавишей, клацая непригодной, не притворяясь, не притворяясь, в музыке пьяно, музыка кто ты, и отголоски дальше и дальше будут летаться, слабые, но только без фальши, лишь бы без фальши. Спасибо. Герена Кочаровска! Герена Кочаровска! Спасибо. Хорошо. Аплодисменты были. Андрей, что ставишь? Есть? Слушал внимательно. Показалось, что это такие детские стихи для взрослых. Много иронии. Ты будешь ругаться, но вот я к одной фразе присыпился. Кормить любовь с руки морожкой. Ну почему любовь кормить? Морожкой? Как вот ты думаешь, почему морожкой? Откуда морожка? Зачем морожкой? Ты что, именно ты хочешь, есть какие-то муслики? Я морожку в каждом городе еду. Да и ешь морожку. Я почему-то вспомнил Пушкина, умирающего, который хочет морожкой. Может, перекличку есть? Хорошо. И еще бы я хотел добавить такую вещь. Может, кто-то ответит. Почему так много животных упоминается? Забли, ехид, мурашки, значит, жабы. На самом деле, я тут и сказал, Иди сюда. Быстрее. На самом деле, да-да, калибры еще. Давай, скажи. На самом деле, меня неоднократно спрашивают, а что у вас такое за зоопарк? Наверное, это какой-то из опытов язык, потому что, как бы, через животных, хорошая реплика, услышала, а вот, через призму животных иногда видишь людей. У меня, например, есть такая болезнь на сравнении. Часто люди мне напоминают кого-то из мира животных, птиц, рыб, я не знаю, бывают растения, бывают деревья. Ассоциативные вышки не так вот. Ну, извините, ваш ответ понятен, но вот эти ангелы, калибры, ангелы похуже. Дело в том, что я не сказала, стихотворение я назвала, не знаю почему, кстати, об Австралии, да, и у меня там присутствует кенгуру, ехидна, и чтобы, наверное, может быть, продолжить вот этот ряд логический, мне показалось, что как калибри бьют нектара из орхидеи, так же они могут глотать слезы, но почему-то эти калибри, они у меня ангелы. Хорошо, понятно, это метафорический язык, но почему из зопов? Зопов, это героничен. Давай, тогда уже мы потом это в личной беседе выясните. Направление мысли, вы поняли. Я думал, ты хочешь биолог. Нет, нет, все здорово, спасибо огромное. Направление мысли, понятно. Если кто-то желает подключиться к дискуссии, выходите, только чтобы мы вас видели, и подключайтесь. Ну что, все, вечер завершен у нас. Никто на сцену не рвется, не хочет. А? Кто там? Давай, Николай Бизин. Так ты как-то рвешься очень медленно, Колин. Давай так же в кресле заседай. Николай Бизин. Меня слышно? Да вы слышите? Стишик называется «Утешение философии и боец». Ближе микрофон. Искусство — это я. В космическом порядке бытия тот Дух Святой, которому живость мира внушает менявшему его слова, порою минует красотой, и Дух Святой звучит, как лира мира, а ты его карпусковые струны порою минуешь про... Ой, блин. Извините. Во многое мудрости немногие печали перстам доступны дерзко налагаемую. Моя любовь от своего начала при жизни обернулась ископаемым. Моя любовь от сотворения мира. Но разве этот мир я сотворил и поселил в нем дух премудрой лжи? Моя любовь творит тебе кумиры. Скажи мне, Вожь, в чем истина твоя? А в том, что превращаю миражи я в бытие и из небытия в немногие печали светлой лжи? Скажи, Любовь, в чем истина твоя? Ну вот, областик творил. Спасибо, Николай Пизер. Ну все, стариковские посиделки закончились. Давайте, дети. Что? Что там? Нет, по листочку не надо. Нет. Сейчас выручу. Знаешь, Нет, стариковские. Можно будет выступить. Я говорю, ну пошли, закурицы, надо же, исполняют интересные стихи. Все хорошие. Вроде неплохие. Вот. А выходить на сцену не хочет. Да, пожалуйста. Ну не хочется стариковские. Зина Охтинская. Вы готовы? Зина. Давайте. Где Зина Охтинская? Слушайте, вы меня... Все, я сейчас завершаю. Давай стариковские посиделки. Меня давай. Давай стариковские посиделки. Людмила, как? Пожалуйста. Давай. Еще, вот я вас в следующий раз позову, не выйдите, я пропускаю. Все. Всем добрый вечер. Мне очень нравится, что здесь происходит, так молодо, талантливо. Поделюсь с вами... Людмила, горни! Поделюсь с вами несколько стихотворений из своей новой книги. Сжигаю прошлое в камине, пылают с треском дневники, горят стихов черновики, свободно я от них отныне. И что мой почерк все давно перепечатано на клаве? Я не стремлюсь к посмертной славе, но книжки, видеокино, несовершенный звук гитары, Чуть низковатый голос мой Останутся архивом старым Хотя б в одной душе родной. У нас как-то проект. Скажите, читайте Людмиле Корни еще одну стиху. Да! Спасибо. Но теперь уже в памяти мамы. Теперь уже. Время цветастую радугой Застыло над дачным крыльцом, Где ветер порывистый Сладоги и мама С поникшим лицом. С утра погружение В прошлое И, кажется, В тысячный раз Я слышу Затертый до пошлости О жизни Счастливый рассказ. Прекрасно Жилось с коммунистами, Вкуснее была Ветчина. И мечутся фразы Ниисова. Чужой у меня стала Страна. Пожары, Убийства, Накотики Не лечат больных Стариков. И шлюхи Кругом, И невротики, И пьяниц полно, И воров. С утра И до позднего Вечера Все шепчет Помилуй, Прости. В ответ Возразить Маме Нечего. А внукам В России Прости. Удовое радио Ни сон, Ни выдумка, Ни блеф. При входе Скромный Барельеф Красивой Женщины Она И моложава, И стройна Скрестила Руки На груди. Со Мною Рядом Посиди, Как будто Домеслось Едва Горят На мраморе Слова. Пусть Не услышит Микрофон Пустой Зловесный Перезвон. Как Злободневно Довелось Сквозь Время Сургую Берговец Найти Единство Острых Тем На Итальянской 2017. Браво! Спасибо. А как Я Ну я Была Там На У меня Просто Просьба Можешь Пару слов Перед стихом Нет Мы тебя Еще Послушаем Маленькую Легенду О стихе Одним Предложением Да что Не просто Тупо Стихи Так Тупо Стихи Это Хорошая Праза Легенды Все В стихах Легенды Все В стихах О Кстати Неплохая Сточка Следующий Стих Какой Будешь Исполнять А Следующий Я буду Исполнять Хороший А Есть История Жизни Которая Связана С тем Что Ты Будешь Исполнять Да Вся История Жизни Она Вся В стихах Володя Ну сказала Жанна Андреевна В стихах Все о себе И ничего О себе Нет Я Забыл Вопрос Здесь Не водка Здесь вода Вот этот Стих Который Будет Звучать Ты Когда Почему Ты его Сочинила Что Возник А вот Шла И сочиняла Где Шла Скверу Где Детки Грибочки Не мешай мне Пожалуйста Барабас Хреном Неспешно Через сквер Иду Одна От прожитого Дня На сердце Праздник Над крышами Красавица Луна Заганками Космическими Дразник Ночным Простором Радостно Дышу Летящим Рифмом Полная Свобода Не раздражает Юных Граждан Шум И не боюсь Бомжей Гнилого Сброда В стихах Бывает Трудно Увязать Чушь Батакую И души Порывы Друзья Мои Пусть Улыбнуться Криво И нет Руков Обрадуется Рать Когда-нибудь Недужная Молва Взорвется Астероидом Небесным Пока же Я О Кыном Неизвестным Пою О том Что вижу Чак Жива Ну и заключение Мали Дорогой А в сердце Поселилась Радость И политический Кураж Пираты Так Презрев Усталость Берут Корабль На Бородаж Мой труд Потребует Усилий Я Графоманам Не Слыву Особенным Гарнийским Стилем Впишу Стихи Миров Конву Спасибо Людмила Агарний Людмила Агарний Кстати У Людмилы Называлась Как у тебя Называлась Там Сейчас Пусть не услышит Микрофон Да Я собиралась Вообще Я вообще-то Так Всегда Известна Как Борец С графоманами Да Да Так и называлась Протест Графомани Под девизом Пусть не услышит Микрофон Вот у меня Знаешь Такое Секунду Есть одна Вот смотрите Многие поэты В данном случае Ошибки нет Потому что ты Все-таки Уже мастероид И товарищ Смотрите Она прочитала Корабль На абордаж А Когда глазами Читаешь Корабль На абордаж То есть Уходит Это самое А у тебя что Корабль На абордаж Я наоборот Я тебя хвалю Говорю Что нормально А вслух Получилось А вслух Получилось Огрех Хорошо Спасибо Это была Людмила Гарни То есть На самом деле Огреха не было Корабль На абордаж Они Корабль На абордаж Андрей Скажешь Насчет Насчет Корабль На абордаж Это кому как Набоков Такие штуки Называл Мнимый Добавочный Слог И очень К ним приставал На самом деле Не всякому Нравится Пропуск Вот этого Слога Но вообще Это крепкие Мастеровитые Стихи Но уж Очень советские Такие Оптимистические А есть у тебя Несоветские Стихи Есть Сейчас не буду Ну один Нет Ну давай Сиди сюда Подопрошу Людмила Люда Давайте попросим Несоветские Стихи Один хотя бы Несоветские Давайте Ну ладно Вот вам про любовь А я не знаю Что значит Несоветские Русские стихи Про любовь Называется Набор Для спец Знаете Да там где Это такое Все Парочка Стеклянных Рыбок И своя У каждой Роль Рыбки Первый Хвостик Гибок В ней Хранится Соль Перец Той Чем Чей взор Туманный Гоша Не сыскать Будем Сыпать Соль На раны Перцем Присыпать Про любовь Спасибо Людмила Гарни А если бы тебе было 15 лет То ты бы еще добавила Там Ед твою мать Не присыпать Они так и делают Они его Понимаешь Они так и делают Ча я сейчас могу добавить Тет на тет Да Хорошо Спасибо Давайте Это была Людмила Гарни А теперь Зина Охтинская Пожалуйста У Зины называется Переиграй Здравствуйте Почему я вообще назвала Сегодня так Свою программу Переиграй Ну Я Занимаюсь музыкой И очень часто Какую-нибудь песню Она настолько приедает Что нужно ее переиграть По-новому Так же как и стихи Они Иногда им нужно Давать новую жизнь Поэтому К сожалению Буду Подглядывать бумажки Во-первых Потому что У меня За два дня Последних Написалось Треновое стихотворение Ну Во-вторых Иногда Вот хочется Поменять В стихотворениях Слова Стала тонкой Белая дорога Размотался Ниточкой клубок Но опять сорвался Слишком тонко Слишком много Сорванных дорог Как цветок Которые не вянут Только гаснут Как весенний луч Загорятся И опять обман Потерявшись Под наплывом туч Слышишь ли весну За грязным снегом Засыпает Только не до сна Я сорвался Поспешил с разбегом Ну живой Пока звенит Струна Нарисую цветом красным Перелью кровавой мэри Через мутные границы Многогранности Ура А потом еще добавлю Не похоже Как не злиться Здесь когда-то были лица А теперь холстя дыра Нарисую цветом черным Чтобы выспаться помягче Чтобы ночь не проходила От отсутствия чернил Ходит-бродит Кот ученый Ни вареный Ни моченый Пересказанную Былью Что когда-то позабыл И добавлю золотого Луч поймав На дне зеркальном По карманам Верным звоном Что пора гулять На всех Недоеденное слово Было ближним Стало дальним Свист последнего патрона Танец белки В колесе И еще по всплеску белый До весны Положки снегу Запивайте Все знакомо Не похоже Но с душой Эй, ты как там? Вроде целый С горстью соль Догонку с снегом По оправданию Не все дома Повод вечный выходной А потом опять смешаю Семь цветов В одном стакане Вкус не важно Только градус И какой сложился цвет Вот теперь похож Я знаю До последней биты грани Все в порядке Все знакомо Получайте ваш портрет Я ловлю твои тени Ловлю твои взгляды По ту сторону мысли По ту сторону ряда Где опять повторяюсь И прячусь устало Я смотрю то, что знаю Уже наперед Вроде ты не злодей Да и я не плохая Просто книга Тебе же не важно какая И какими словами Наполнить до края Если знаю, что книгу Никто не простет Знаешь, брат мой Я здесь Но пока обесточен Перепутаны дни Переделаны ночи В рамку белую Время не спать И не мыслить Только тени ловить Как бы тут Не повиснуть Мертвые куклы В бежвремени С сердцем живым За твоих дни Так игра Есть какая-то Есть какая-то выспаленность Это на мой вкус Да вот И растают с утра Перезревшие звезды Мне вот как-то Это не нравится Ну это чисто Мне очень нравится Но я понял Да, за твой вкус Да, и я бы сказал Там очень Там много такого есть По ту сторону мысли Но есть какие-то строки Над которыми Хочешь задуматься Но тут вопрос Вот в чем Хочется задуматься Со знаком плюс Или задумываешься Несколько ломая Над ними голову Вот в чем моя идея Понятно я говорю Пока не решил Плюс или минус Да Да Нет Все, давай У меня камера Хватит Спасибо Ну ясно Спасибо, Андрей Есть Давайте Кто А кому Зиновцинская Очень понравилась Вообще супер Аплодисменты Есть такие люди Да А кому просто Зиновцинская Понравилась И ура Кричим Ура Зиновцинская Ура Нет Прочите Нет Давайте У нас Нам такую Потомцу Чтобы люди Понимали Зиновцинская Ура Ну почти Что-то Значит не хватило Спасибо Зиновцинская Мне всегда нравится Как приступаю Спасибо Господа Значит у нас Сейчас Скоро заканчивается Первое отделение Второе отделение Начинает сразу Дмитрий Панов Проект Метаной А Музамания Может быть состоится В конце второго отделения Может нет Посмотрит Там От некоторых факторов Зависит Ну где я Как проект Участвую Это мой проект Значит Ну чего А чего Кто Больше никого нет Давайте Евгений Дьяков Быстрее А можно быстрее Шевелить коленку Здравствуйте Меня зовут Евгений Дьяков Маленькое объявление Перед началом выступления Завтра в 6.30 Будет презентация Альманаха Балтийский парус Большой проспект Васильевского острова 65 В полседьмого Всех ждем Материалы Можете Для публикации Приносить На флешках Сквозь измерения Сквозь воздушные массы Сквозь чувства людские Сквозь эпохи скользят Линии времени Времени Трассы На которых Движение ограничить нельзя По которым всегда Направляясь куда-то Поэты летят Им нельзя не лететь Матери смотрят на них Виновата Молчаливо с обочин Глядят на детей И летят по обочинам Следом за вами С просьбой прощения И желая простить Бандероль С нерифмованными словами С просьбой С советом Наставлением жить Посылают в догонку Но едва и догоняют Эти слова Адресатов своих Берями феникса На лету Догорают Чувства людские Телефон не звонит Мамин Лишь в памяти Теплится голос Горько Хлебника Стаканчик вина Канат под ногами Будет тоньше Чем волос Длинною Такой же Как Жизни длинна Снова летишь Магистрали Меняют направление Своё Новый образ И слог Близость Галактик Переполняет Душу поэта Но если бы смог Зарабатывать больше С тобой бы осталось Скажет жена И уйти поспешит Не верю Завидим что Не верю Ему Врёт Всё Всё врёт Да Молодец Ну хороший поэт Значит Извини Скажи Можешь вот это Начать читать Начать Ещё раз Сначала Приятно Пожалуйста Начни Сквозь измерения Сквозь воздушные массы Сквозь чувства людские Сквозь эпохи Скользят Линии времени Времени трассы На которых На которых Один только мат Какие там нельзя Всё Спасибо Это был Евгений Диаконов Если кто-то не согласен Вы хотите Пожалуйста Обсуждайте Андрей А ты что Скажешь Я не мог Не утерпел Ну уж такая В уши идёт Уже просто Я не вытерпел Просто Нам влёл Дидактизма Какого-то Назидательности Дело в том Что этому поэту Он талантливый Но ему надо Как-то разобраться С гибридом Юношеской унылости И старческого задора Кому как-то Всё у него Одновременно Их надо разделить Либо в старики Либо в старики Нет, ну он иногда Вытеряет Сегодня же Вот так Получился Ну ничего Это всё Школа такая Тоже У нас У тебя там Линие времени А у нас тут ТВ-поэзия Значит Господа Сейчас я прошу Выйти сюда Гостей Ольгу Адиетулину Владимира Панкратца Выходите Выходите Сюда Выходите Пожалуйста К нам пришли гости Мы им дадём Слово Можно вы Вы вместе Будете рядом Стоять На картинке Прекрасная девушка Рядом стоит Володь Вы не против? Хорошо Давайте тогда Владимир сначала Начнёт А вы рядом Постойте Рядом только Итак Владимир Панкрасов Я прочитаю Я прочитаю Парутику Давайте Один вы Одна А потом Ну ладно Действуй У них есть Вообще Одно Несомненное Достоинство Они короткие Хорошо Значит На самой печальной Звезде На самой печальной Звезде В любом из Людских Состояний Мне нравятся Сны о тебе Поскольку В них нет Расстояния Еще Одно Еще Одно Сикварение Безназвольное У меня есть жизнь Но совсем Нет времени Так что С тебя слова И никаких терминов Произноси Любовь Плачем Дождем Объятиями Письмом Из молчания Платьями Из суеты Для блеска Из темноты В отмеску Люби меня Или ближнего Но ничего лишнего Спасибо Жизнь Докороке Владимир Панкрас Ну вы стойте Пока Ольга Откровенность Откровенность За счастье Плата Я ступаю Басой в твой мир В мир Любовного Компромата Сердцем Стептым Почти До дыр Откровенность Подарок Свыше Чей-то Рог Или Благодать Я зову тебя Ты не слышишь Я могу Все тебе Отдать Откровенность За откровенность Оба скрылись За этикет Моих рук Голубая бедность Твоих слов Ледяной Брикет Растекают Над нами Воздух Разрезая Напополам Общих мыслей Незримый лозунг Возгораемых Как на пол Откровенность А в Бога ради В мыслях Снова Не пустословь Ведь покой мы Тобой украде Снова влезла В меня любовь Орга Орга Одинедулина Спасибо Это был Орга Одинедулина Подожди Не уходи Вы конечно гости Но мы все равно Два слова Андрей Скажешь что-нибудь Ну Снова влезла В меня Любовь Звучит Самопарад Ольга Это Ольгина строка Да И вообще Очень Так получилось Да Ну так наверно Нельзя все-таки Что нельзя Что не можем Влезла 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 Нет Дорогой мой Эта строка Выпадает Из контекста И кроме того Контекст весь Какой-то Инфантильный Наивный В чем-то Такой Юношеский Моих рук Голубая Ведность Сердце Влезла Ольга Так как-то Есть жестко Давай жестко Давай Хотя бы начни Сейчас Ты назвал Меня Фаума Фаталь Стал Сжимать Мою руку Нистого И твой взгляд Как каленая Сталь В моем Жадном Волнении Выиски Я молчала И просто ждала Как давно Ты возьмешься За дело Ведь все это Твое Бла-бла-бла Не влияет На функции Тела Я тебе Назвала Свой пароль Ты вошел Натоптав В коридоре Наша страсть Это сладкая боль Одна из Миллиона Историй Спасибо Ольга Объективно Мне очень понравилось Спасибо Вот А что Я не имею права Сказать Своё И мне понравилось Бла-бла-бла Понравилось Живые эстехи Бла-бла-бла Отлично Ну вот Хорошо Давайте Давайте Вот еще Володю Апанкратс Мы не почувствовали Как автора Еще один стих Давайте Коротенький Такой Тоже стишок Мы сидим На одном видео Он признался Что у него Были стихи Ранние Которые он Посылал Посылал Там Журнал Юность Я кстати Тоже Там Безет Вот Журнал Юности И Ему там Сказали Что мало Вечности А теперь Как бы Все нормально На самом деле Вечность Была Или Много Вечности Много Вечности Мало Примет Время Вопрос Есть Стих Который Вы Сочинили Давным Давно Молодой Вот Что я Хочу Ну Хотя Один А Потом Завершите Коротку Вот Чихотворение Которое Было Написано В 17 Это Было Советское Время Там Как раз Есть Примет Время Которую Сейчас Уже Асфальта Грязная Чертая Ознок Заедженных Трамваев Подкрашенный Осколок Рта Кусок Стекла Отогревает В туманном Снимке Проявляя Церковный Купол Без Креста И Каменную Тень Моста Тень Черную Как Мысль Устал Я Триста Лет Все Это Знаю Сиротство Стареньких Киосков Ворон Забытых Крик Больной Домов Размытые Наброски Слова Бессмысленные Жесткие Скучны Как дым От Паперовских И незачем Идти домой Тоже Пессимист Был Спасибо Владимир Панграф А хотели Еще Короткое Давайте Это Новое Да Это Просто Короткое Стихотворение Оно Было В 17 Лет Чего В 17 Лет Все Такие Пессимисты Да Потому Потому Что 17 Лет Потом Оптимистами Становимся Дело Что Просто Стихотворение Называется А не Рожден Просто В свое Время Я написал К ближайшему 9 мая То есть 9 мая 11 Года Я написал Два Стихотворения Одно Было Известно А вот Это Я его Никому Не читал Вот Вам Никогда Нигде Не Публиковал И так Дальше Нерожден Душам Доплыть Не Просто До Настоящей Реки Мысли Втоптались Версты И Ни Одной Стратить В Этих Глазах Кино Кончилось В пальцах Черствую Крошки Со школьных Снов Если Б мне Было Дано Я бы Писал Замет Спасибо Владимир Банкрас Владимир Банкрас Вот Такой Поэт Вот Он мне Подавил Книжку Я читал Мне было Интересно Андрей Что скажешь У вас Такая Хоп Ну Даля поэту Характеристику В этом журнале Ваша Юность Много Вечности Действительно Хотелось Чтобы Метафоры Были Как-то Актуальны Что-то И Слышно Они были Но Есть Среду Которые Новые Стихи Вот Я тебе Скажу Метафора Вот Предположим Я клавишей Стаю Кормил С руки Это Играет Человек На пианино То есть Клавиши Сравнивают Со стаей Птиц А игра На пианино Сравнивается С кормлением С руки Стая То есть Это Тройная Метафора Слово Всего Три А метафора Тройная А тут Слов 50 А метафора Одновечность Но я не Только Владимир Имел ввиду А ваши Больше Метафор Володь Действительно Больше Метафор Красиво Нет Дело в том Что Тут Совершенно Неверный Подход Тут Окус Вот В чем Заключается Дело в том Что Есть Метафорические Стихии А есть Вообще Как Есть Вообще Принцип У меня Их Полно Метафорически Идите Сюда Метафорически Давай Ну Сейчас Давай Быстрее Это Володь Входи Можно Можно У нас Все Можно Метафорический Стих Дело в том Что Просто Набрасно Что Сказать Так Сразу Перестроить Дело в том Что Тут Я Как-то Говорил О том Что Каждый Пишет В согласии Со своей Эстетической Верой Понимаете В чем Дело Дело в том Что Когда Ты Хочешь Выдать Нечто Метафорическое Непременно Это Одно Есть Идея Когда Лучше Обходиться Без Метафор И Дело в том Что Так И В этом Смысле Как раз Когда Допустим Есть Метафора Некая Или Есть Некий Образ А потом То есть Некая Строчка Такая Больно Метафорическая А продолжение Выпадает Ради Чего Писать Вот Например Мне Снилось Очень Полусветить Стекол Друзья Метафорской Горьбе И Как С небес Добывший Крови Сокол Ну Извините Меня Причем С небес Добывший Крови Это Пастерна А запоминается На самом Деле Запоминается Мне Снилось Очень Полусветить Стекол Здесь Нет Особой Местопарной Стекол Вообще Там Принцип Другой Принцип Тогда Значит Стекол Володь Володь Поэт Говорит Совсем Не о том Принцип Другой Принцип Сформулирован Мне кажется Поэзи Нельзя Притарировать Чтобы Словам Было Тесно Мыслям Просторно Слов Даже Мерно А мыслей Образов Звука Много Делали Метафор Пушкин Писал Без Метафор Мы Когда Найдем Ваши Стихи В интернете Я Верю Что Они Есть Потому Что Я В Почти Завершает Добрый Вечер Звучит Смысл Сложения Контрольный Выстрел Когда Казалось Что Цель Уже Близко И Немного Веры И Натиска И Нас Уже Никто Не Хватится Начисто Выметаем Осколки Обрызки Прочий Хлам Жгутся Иголки Брось Забудь Все Нажитое Выбитое Вымученное Отдай Ударом Скользко И Хочется Пускай Снулся Если Бы Можно Было Запнуться Мысли Строки Все Скомкать Забыть И Вернуться Может Быть Снова Только Бы Прикоснуться Слово Одно Слово Взглянуть Значит Прогнуться Выход Один Отвернуться Не Обменяться Улыбками Кислыми Даже Это Как Кража Близко Слишком Близко И Вой Контрольный Выстрелы Что-то Еще Море Завьется Ленистовой Судороге И Залеет Искря Бирюза И Облака Разменутся Все В судолоке И Я Зажмурю Сильнее Глаза Только Рассвета Душа Переменчива Ночью Порога Давай Забери Если Же Сердце Твое Так Изменчиво Хочется Света Зажги Фонари Но Не Хочу Я Разлуки Пожизненной Копоти Я Не Хочу На стекле Лучше Порвать Наш Роман Огне Однажды Очнувшись От гонки Изысками Мы Смоем С лица Надоевшую Гарь И Будет Раздача Собравшимся С мыслями Кому-то Рассвет А кому-то Фонарь Спасибо Спасибо Наталья Рифанова Сейчас Лишь Браво Кричат Спасибо Ну Я Может Не будем Для первого Раза Она Первый раз Участвует Ведем Как хочешь Обсуждение Хорошо Андрей Что скажешь Ну С первых же строк С первых же строк Там С первых же строк Какое-то Какое-то Такое Несовершенство Какое-то Какое-то Несовершенство Хороший Такой Видите Какое-то Какое-то Несовершенство Давай Не придирайся Пожалуйста Я просто думаю У меня Так же Не получается Как и у тебя Как выстрел Звучат Предрассветные Шорохи Почему Шорохов Много Они звучат Как один Выстрел Как выстрел Звучат Потому что ты когда-нибудь ходил ночью по лесу, вообще утром, особенно сего? Согласен, что подразумевает. Ну, так стреляет. Страшно, когда особенно. Когда залпом. Ну, хорошо. Ну, ладно. А звали это с ним. Так а мы что, ищем реальность в стихах? Реализм, что ли, чтобы подтверждение так вот вибраем? Реализм здесь стих. Хочешь что-то сказать? Давай. А мне вот очень понравилось. На мой взгляд, совершенство этих стихов как раз может быть в неком несовершенстве, в некой нагроможденности образов. Но в этом есть вот какой-то свой изм, так называемый. Очень хорошо. Мне понравилось. Не, ну, первый стих пословее. Там много слишком глагольных этих вертаций, раздеться. Там вот это. У меня резону глагольные эти римы. Ну, а второй стих, видишь, браво. Все, такой проект Натальи Лефановой. Спасибо. И, господа, завершает первое отделение. А во втором отделении у нас Дмитрий Панов. Проект Метаноэ сразу открывает его. Музамария, может быть, состоится, может быть, нет в конце второго отделения. Еще человек едет, я не знаю. Дмитрий, Дима Сергеев, где вы? Давай, иди сюда. Я надеюсь. Я как... Да? Ну, это не я. Давай, иди оттуда. Пошел! Дворцовая площадь. Дворцовая площадь. Дворцовая площадь. Любовь останется жива. Ожесточенная борьба. Кровопровидная спина. Дима Сергеев. Спасибо, Дима. Завершит все-таки Владимир Антибинга. Знаете, я, наверное, сделаю в конце второго отделения, после того, как Дмитрий Панов в проект Метаноэ выступит. Дима, делай всю программу, как хотел. Не сокращайся там, не жди, что после тебя еще кто-то, и я сам справлюсь. Я все-таки сделал в Музаманию два, ну, в таком сокращенном варианте, сам стихи женщинам прочитаю. Кому интересно, какие у меня стихи о женщинах, остайтесь до конца второго отделения. Ну, и я сейчас завершу первое. Мулатка из Австралии. Или я бы назвал бы такое сексуацию, а секс, что еще в этом духе. Виртуозные пальцы, поцелуи и стоны, Борь интимного бала, говорящие руки, Проникающие кальций, изменяющие тоны, Музыкального зву, зала, издающего звуки. И срываясь опасно на Олегом Брио, Завершаясь форцандо, сексуальная пресса Становилась прекрасной, молящей в Крио, Шокно-белая панда в куларах оркестра. Владимир Адельев, спасибо. Все, все, завершаем. Значит, у нас 10 минут, пока Дима подключится. И, господа...